Привет! С вами Иван! И сегодня я вновь хочу поговорить о такой животрепещущей теме, как хват медиатора. Традиционно медиатор кладут на ребро указательного пальца и большим пальцем прижимают сверху. Вот так вот, плотненько, крепенько, чтобы он никуда не выскочил. И под небольшим углом, где-то градусов 30, струну атакуют. Назовём это положение стандартный хват медиатора. Однако интересно было бы посмотреть и сравнить, как звёзды гитары, наши гитарные герои, гитарные боги, держат медиатор. Дамбик Дэррелл, Пантера, использует стандартный хват. Брайан Мэй, Квинн, Дэвид Гилмор, Пинк Флойд, Зак Вайлд, Ози Осборн, Black Label Society, тоже используют этот же хват с небольшим углом при атаке на струну. Дэйв Мастейн Мэгадетт использует такой же двухпальцевый хват большим и указательным пальцем, но атакует струну без угла, о чём я подробнее рассказывал в видеоштрих бабочка Дэйва Мастейна. Медиатор как бы плоско по струне ошлёпает, и в этом есть свои преимущества. Эдиван Халлен тоже плоско, без угла, атакует струну медиатором, но, в отличие от Мастейна, пальцы держат как бы вперёд, уточкой. Однако медиатор можно держать не только двумя, но и тремя пальцами, о чём я подробно рассказывал в своём отдельном видео «Три пальца», чтобы держать медиатор. Миш Манзур-Перифери, Джеймс Хэтфилд-Металлика, Пол Гилберт — все они держат медиатор тремя пальцами, тогда, когда нужна дополнительная особая жёсткость хвата. Если площадь медиатора не позволяет три пальца разместить, средний палец может просто подпирать указательный, и эффект будет таким же. Для особо ювелирных пассажей можно ещё и мизинцем якорь поставить на пикгард, чтоб уж вообще. Альтернативой трёхпальцовому хвату можно назвать хват в замок. Берём руку в кулачок, и все четыре пальца теперь подпирают медиатор, супротив большого пальца. Так опять же делает Миш Манзур, если посмотреть его более поздние видео. Понятное дело, что всё это ещё цветочки, и фантазия у знаменитых гитаристов на этом не ограничилась. Уже упомянутый Эдди Ван Харрен, когда нужно исполнить скоростной трэмблопикинг, переключается на другой хват. Он держит медиатор большим пальцем и средним пальцем, и немного странно выгибает руку вперёд. Также Карлос Сантана частенько держит медиатор большим и средним пальцем, не выгибая никуда руку. Почему Карлос и Эдди так делают, честно говоря, мне неизвестно. Моё лишь предположение в том, что средний палец подлиннее, обладает лучшей мышечной массой, чем указательный палец, и лучше справляется со стабильностью удерживания медиатора, что, в свою очередь, влияет на стабильность игры. Однако замечу, что если присмотреться покадрово к недавнему мастер-классу Сантаны, можно увидеть, что Карлос иногда и тремя пальцами держит медиатор. В общем, он чередует в зависимости от задач. Пожалуй, самый известный из странных и диковинных хватов медиатора у Марти Фридмана. На это просто даже больно смотреть. Изогненная как клюшка правая рука, тем не менее, держит медиатор двумя пальцами достаточно стандартно и атакует под стандартным углом. Но, пожалуй, по извратности хвата медиатора всех переплюнул самый известный шведский гитарист на Ютьюбе Ола Ингланд. Он держит медиатор двумя пальцами, но атакует струну как бы обратным ребром с обратным наклоном. Это сложно объяснить. Лучше посмотреть на замедленные записи, которые сам Ола выложил на своем Ютьюб-канале. Забавно то, что Ола — огромнейший фанат Даймика Деррела. У него есть несколько гитар, таких же, как у Даймика, усилители. Но при этом Ола играет по-своему и не копирует стандартный хват медиатора Даймика. Какой же из всех приведенных примеров напрашивается вывод? А вывод, пожалуй, такой. Не существует идеального хвата медиатора. Каждый может держать медиатор так, как ему заблагорассудится, и при этом быть абсолютным виртуозом и гением гитарной музыки. Ни на что хват медиатора не влияет, кроме того, насколько вам лично удобно играть и какой звук вы при этом из своей электрогитары получаете. Конечно, логичным было бы начать, если вы начинающий со стандартного хвата медиатора, но нет ничего предусудительного в том, чтобы найти свой уникальный хват, который издает звук, ласкающий ваши уши. Держитесь этого хвата, и все будет в порядке. А Марк Нопфлер, который вообще пальцами играет, посмотрит на вас с отеческой улыбкой. Ну а с вами был Иван. Смотрите мои видео на моем YouTube-канале. Зажигайте колокол, чтобы не пропустить новинки. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова